Тем временем распространение коронавируса продолжает держать напряжение весь мир. Эксперты видят угрозу сразу с двух сторон. Это появление нового подвида омикрона и очередная вспышка ковида в Китае. Некоторые страны уже намерены вводить ограничения на въезд на свою территорию. Анна Абрамова расскажет обо всем подробнее. Новая волна распространения коронавируса, начавшаяся еще в конце ноября, не идет на спад. Статистика последних трех суток тоже неутешительная. Ежедневно во всем мире заражаются в среднем около полумиллиона человек. Всемирная организация здравоохранения продолжает призывать всех к вакцинации и соблюдению индивидуальных мер защиты. В то же время обеспокоены ввоз и тем, что известные эпидемиологам и вирусологам штаммы продолжают мутировать. В конце прошлого года был обнаружен новый подвариант омикрона, который уже признан самым трансмиссивным, то есть быстро распространяющимся. Мы обеспокоены столь быстрыми темпами его распространения. В некоторых странах Европы и северо-восточной части США этот подвариант уже вытеснил другие циркулирующие подвиды омикронштамма. По информации Белого дома в США этот подвариант уже выявляют у 40% заразившихся. Первые случаи были обнаружены в Нью-Йорке и Коннектикуте в конце октября прошлого года. При этом многие ожидали, что новый подвид или штамм ковида миру подарит Китай, где не так давно после массовых протестов отменили локдаун. И вот спустя всего месяц после того, как власти свернули политику нулевого ковида, страну охватила едва ли не беспрецедентная волна заболеваемости. При этом в Поднебесной резко вырос не только уровень распространения коронавирусной инфекции, но и смертности. Крематории Китая переполнены, а похоронные компании перегружены. В одном из бюро погребальных услуг Пекина заявили, что число кремируемых в последнее время выросло в 3,5 раза. Также статистика заболеваемости и смертности, которую предоставляет официальный Пекин, не соответствует действительности, утверждают во Всемирной организации здравоохранения. Мы продолжаем призывать Китай предоставить более быстрые, регулярные и надежные данные о госпитализации и смертности, а также более полное секвенирование вирусов в режиме реального времени. ВОЗ обеспокоены угрозами населению Китая и напоминают о важности вакцинации, включая бустерные дозы. В некоторых странах Евросоюза заявили, что готовы предоставить Китаю вакцины. Многие при этом опасаются, что хлынувшие из-под небесной туристы спровоцируют новую волну распространения ковида. Япония объявила об ужесточении ограничений на въезд для прибывающих из Китая еще с 30 декабря. За неделю до этого обязательное ПЦР-тестирование для посетителей из Китая, Японии и других азиатских стран ввели в Индии. Также собираются поступить в США и некоторых странах Европы. Официальный Пекин с этим строго не согласен. Мы готовы усилить взаимодействие с международным сообществом и работать вместе, чтобы преодолеть пандемию. В то же время мы уверены, что некоторые страны ввели ограничения, которые нацелены только на туристов из Китая. Для такого решения недостаточно научной базы. Казахстан же не будет требовать результаты ПЦР-тестов для прибывающих в страну из Китая, заявила сегодня вице-министр здравоохранения. По ее словам, в этом попросту нет смысла. Ограничения следует вводить, чтобы сдержать распространение новых штаммов. А туристы из Поднебесной такой опасности не представляют. А вот власти Таиланда решили ужесточить меры для всех въезжающих в страну, независимо от того, откуда они прибывают. Теперь туристы должны будут предоставить властям этой страны сертификат как минимум о двух прививках против ковида. Впрочем, когда эти меры вступят в силу, пока неизвестно. Анна Абрамова, Айбол Садуа, столичное бюро КТК.